Экологическая общественная организация МАМА-86 Запорожья продолжает реализацию пилотного проекта повышения уровня осведомленности по вопросам обращения со стойкими органическими загрязнителями и формирования экологического сознания населения. В рамках проекта в Мелитопольском районе Запорожской области активно ведется поиск неинвентаризованных очагов отравления окружающей среды непригодными пестицидами. Работа активистов общественной организации дает свои результаты. В июле 2016 года в селе Лазурное выявлен тайник, где пестицидные яды в результате пожара на складе лежат на земле и беспрепятственно разносятся воздушными и водными потоками. Снег тает, дождей много осадков, когда стекает вода, вот это кровь, с этой садом. Пьют, ходят же в воду, кровь, уже не объяснишь, что-то длительное. Как дожди идут. Постоянно испарение, как ветер витиля, тут дыхать с нашей стороны вообще невозможно. Несмотря на специфический запах яда химикатов, местные жители собирают здесь грибы и выращенные фрукты. Грибы есть, грибы-то все аккумулируют, без сноя, без жубен, все с этими бедрыми сумками и собирают эти грибы. Наиболее сознательные и осведомленные представители громады жалуются на отсутствие реакции властей. По их мнению, смертоносный очаг загрязнения территории никто не собирается ликвидировать. У нас нема тут никого. Нас только есть в сельском совете, глава сельского совета, и мы, там Поляновка, вот и эти села надо. А мы так, отрязаны кисок хлеба. И уже звертались уже, и Пащенково, вон, по-моему, звертались люди у нас тут. И не день, ничего. И вот, как дождь пройде, солнце и ветерец святеля, все, все, все задихаемся. Я не знаю, правда, или нет, но в нашей стороне, вы посмотрите, у нас мужиков нет. У нас мужиков, вот в каждом дворе нет, все мужики повимерли. Дихаем добрее, дихаем мы ним. И при том молодые, ну, как до 60-х годов. Вона нема, Надя. Надя вам сказала, я говорила, сусідка, что же, в ней, чтобы третьему году помер человек тоже. Ну, что я говорю, что дуже багато повигребало людей. А коровы же пасут, а там ходят корови, и по цих ягдах ходят корови, и молоко пьем, и сдаем молоко, и все на свете. Что ты, корове скажешь, скотине, что не заходь туда? Ну, да. Не прикажешь ты ей, она сама же йде, животное. Вот и все, потому что, как они, неправильно друг с другом такие текции, что-то ему с гранью привело. Потолок был дерево, дерево, этот, рубируйте шифер. А так шлакобочный. И деревянный полк внутрь. Ну, там горит, там, он же горючий, багато еды химикателем. Склад тогда горел, он, наверное, месяц тлел. Это все воняло на село, всем селом нюхали. И с точной водой, наверное, сейчас подмывают то все, что там остатки этого склада. На 500 или на 1000 лет тех запасов хватит, что оно впиталось в землю. Там еще 20 лет назад подходишь до склада, не доходя 200 метров, оно уже такой запах. Уже земля провонялась, аж до врусу выход. Бочки текли, мешки рваные, бочки дырявые, вот эти советские 200-литровые металлические. И аминка лежала, аминное шло стояло. Трифлан, метран, лассо. И все это было, ну не в пластмассе, она бы еще стояла в пластмассе. Все было в металле. И весь этот металл пропал, мешки порвались, и все, и оно все сыпалось, все перемешивалось. Сивин был запрещенный, оставался. Его, знаю, что запретили, это ножука колорадского, белый такой порошок. Нас нигде на курсы-то не возили. Я вот тут, что сама по литературе находила, тоже инженер-механик по образованию, ну сама там что-то в библиотеке находила, читала, плюс паспорта какие-то там старые валялись, а вот тут все мои знания были насчет тех ядов. У меня была пронумерованная тетрадка насчет этих пестицидов, там с печатью, все сшитое. Я по описи приняла, по описи передала. Пилот в Мелитопольском районе выполняется в рамках сетевого проекта повышения уровня информированности и коммуникации, создания потенциала для окончательного решения проблемы непригодных пестицидов в Украине. Всеукраинская экологическая общественная организация «МАР-86» при поддержке шведского агентства по международному развитию и сотрудничеству СИДА. Тут доброе оно даёт. И давало, а сейчас уже доброе давало. И сейчас вообще даёт свои знания. Долгие остались, контору спалили, следы смели, всё. Нигде ничего не найдёшь. Редактор субтитров А.Сёмкин